Всем доброго времени! На связи Центр парапсихологии Алена Полыни, я ведьма Диана. Сейчас я зайду с другого телефона, чтобы читать ваши комментарии. Так, ну всё, вижу ваши комментарии. Как всегда, по традиции, пишите, кто у нас здесь, откуда вы, откуда вы к нам присоединяетесь, можете написать, сколько у вас сейчас времени, это тоже очень интересно, потому что бывает, что к нам заходят ранним утром у 4 утра. Доброго времени! У нас с вами сегодня очень интересная, очень важная тема, тема защит. Мы с вами будем об этом говорить, все вопросы, которые у вас накопились, на эту тему можете мне задавать. Сочи, доброго времени, солнышко прислали, у вас там, наверное, уже совсем тепло. Доброго времени, Украина. Доброго времени, в 7 вечера у кого-то. У нас 3 часа дня. Ну что ж, сейчас у нас очень такое волшебное, мощное время. Здравствуйте, Москва, Одесса. Волшебное, мощное время, когда природа пробуждается, просыпается. Так у нас всё цветёт, энергия бьёт ключом. Прекрасное время. Все, кто это чувствует, можете написать, что вы сейчас ощущаете. Что вы ощущаете, как природа просыпается, как это влияет на вас, какие энергии, какие потоки. Доброго времени, Киев. Потихоньку все присоединяются. Хорошо, ещё парочку минут подождём и начнём. У нас сейчас очень хорошо здесь, в лесу, где у нас университет магии и колдовства. Лес прямо цветёт, птички поют. Потрясающе. 16 мая у нас будет личная встреча. Все, кто хотите, можете приехать на эту встречу. Будем убирать мусор, будем делать встречу во имя Матушки Земли. Помогать земле, помогать лесу. И потом будем проводить ритуал на открытии дорог. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, уже 5 минут ждём. Начну тогда нашу тему. Тему касаемо защит. Ну, что такое вообще энергетическая защита? Это можно сравнить так же, как... Ну, и с одеждой, в принципе, можно сравнить. Когда вы выходите куда-то, вы одеваетесь. И тем самым защищаете своё тело от каких-то там, ну, нежелательных взглядов, от каких-то повреждений, от мусора, грязи и так далее. Вот. Так же и ваша энергетика тоже, она нуждается в защите. Поэтому мы ставим энергетическую защиту, чтобы никто не мог на нас воздействовать, чтобы не нацеплять ничего из пространства. Да, потому что совершенно легко, если у вас нет защиты, взять из пространства на себя тот негатив, который там летает. Потому что, ну, в пространстве находятся всякие разные энергии. Негативные, зависть там, сглазы различные можно поймать на себя. Также есть негативные программы, которым не дали место притыкает, которые, ну, в общем-то, висят просто в воздухе и ищут подходящего человека, чтобы к нему прицепиться. Поэтому защиту ставить, ну, вот прям обязательно. Даже если вы не уверены, что на вас кто-то наводит какие-то порчи или воздействует, всё равно, всё равно нужно ставить защиту. Хотя бы для того, чтобы защитить себя от того, что вы сами можете на себя нацеплять в силу, ну, может быть, какого-то своего плохого настроения. Будете проходить там, где не надо и очень легко зацепите негативные программы. Сургут с нами. Прекрасно. Добрый день. Да, поэтому защиту ставить нужно, и нужно ставить их всем. Детей также нужно защищать, как и себя, в общем-то, потому что, ну, маленьких деток очень любят, очень любят себе на них смотреть, да, и очень они сильно подвержены сглазам. Об этом знают все мамы, что детей нужно защищать. Но всегда встаёт вопрос, какую защиту лучше поставить своему ребёнку. Ну, не хочется, да, надевать там, может быть, какие-то амулеты, которые можно надеть на себя, потому что кажется, что это слишком жёстко для детей, да, действительно, не всю, ну, не все защиты можно поставить ребёнку. Нужно выбирать. Вот, например, мы ставим ангельскую защиту для того, чтобы защитить ребёнка, и она очень хорошо подходит для детей. Она очень мягко защищает и очень сильно защищает. Также для детей очень хорошо подходят тоже амулеты, может быть, какие-то броши или вышивка, да, даже если вот вы сами вышьете на одежде своему ребёнку какой-то защитный символ, или, может быть, фигуру какого-нибудь зверя или птицы, и заговорите это на защиту, то это тоже будет прекрасной защитой для вашего ребёнка. Вот. Ну и детям очень хорошо носить такие символы, как птички, различные зверушки, потом также очень хорошо солнце делать на защиту ребёнку. Это вот такие вот символы, которые, ну, не несут какой-то такой смысловой нагрузки тяжёлой, и которые прямо вот отлично и сильно защищают ребёнка. Вот. Защищать нужно и своих детей, и себя, и своих близких, и свой дом. Кто-то даже защищает своих животных. Ну, это правильно, на самом деле, животные берут на себя негатив со своего хозяина. И тут такое, получается, дело, что животное с вами связано. Ну, вот вы, например, хозяин кошки. Она с вами связана. И когда на вас идут какие-то нападения, если у вас стоит защита, то на вашу кошку тоже ничего не попадёт, потому что она связана с вами. А вот если уже на вас нет защиты, и кошка чувствует, что, ну, вот вы взяли на себя какой-то негатив, какую-то негативную программу, она с вас, правда, перетягивает. Поэтому защищайте себя, чтобы защитить своих животных тоже. Дом нужно защищать, квартиру нужно защищать так же, как и себя тоже, потому что, ну, ваш дом – это ваша крепость. То есть это так, крепость, в которой вы накапливаете свои какие-то блага, свои ресурсы, отдыхаете, наполняетесь силой. И это место, это место должно быть место вашей силы, а не то место, где вы просто пришли, поспали и ушли, да, на работу дальше. Ну, вы должны там не просто находиться, а наполняться, то есть отдыхать, да, чтобы вы не думали, что, ну, вот знаете, такое вот пространственное состояние, что вот я приду домой, посплю, потом пойду, где-то на работу, потом там еще куда-то, и вот, ну, как-то вот не хочется дома находиться. То есть, ну, вот особо не стремитесь как-то домой. Нет, должно быть, наоборот, чтобы вы знали, что вы придете к себе домой, там вы наполнитесь силой, будете полны энергии, будете добиваться своих каких-то целей, да, то есть, ну, нужно находиться в таком вот бодром состоянии, и чтобы ваш дом вас питал обязательно. Защиты бывают разные. Защиты можно ставить и энергетически, да, на себя, то есть различные такие защиты, которые ставятся вот именно на ваш кокон. Есть также защиты, которые фиксированы на какой-то амулет, то есть этот амулет либо создается, либо вы также берете, ну, вот какой-нибудь амулет, который вам нравится, и на него наносите программу, да, ну, либо мы вам наносим программу на этот амулет. Ну, то есть тут уже кто на какой ступени развития магии сейчас находится, это уже сами понимаете. Все зависит от уровня человека. Вот. Также есть и другие защиты, которые ставятся путем вот именно вплетения ваш кокон определенных энергий. Вот, например, мы делаем руническую защиту. Руническая защита, как она делается? Определенный рунический став, который подходит именно вам, да, то есть вот этот мощный став такой, он чертится у нас на берестей, потом через бересту, да, путем сжигания, чтения определенного заклинания, вот этот вот дым, он рунами вплетается в ваш кокон и скрепляется там вот прямо в непробиваемую такую сеть. То есть это уже такое уплотнение и вас, и защита вас получается. Многие после этой защиты чувствуют себя прямо вот тверже, сильнее, даже, может быть, погрубее себя чувствуют. Ну, все правильно, потому что вы становитесь сильнее с этой защитой, да. То есть руны вас защищают очень хорошо. Ну, даже если у вас много энергетических защит, носить амулеты и различные вот защитные там украшения, обереги, все это очень надо обязательно, потому что, ну, как я уже говорила в одном из прямых эфиров, украшения берут на себя первый взгляд человека, первый вот этот негативный тяжелый взгляд. Поэтому, ну, чем больше у вас каких-то амулетов и оберегов, тем сильнее, в общем-то, вы себя защищаете. И тем сильнее вы защищаете даже вот свою энергетическую защиту, которая может простоять и продержаться дольше, если вы, ну, наденете на себя какой-то амулет. Вот тут у меня очень много всего на столе собрано, очень много различных амулетов, про которые я вам тоже расскажу. Вот, также есть различные защитные тоже атрибуты для дома, да, артефакты, которыми вы можете защитить свой дом. Защитить свой дом нужно защищать его обязательно с портальных мест, да, то есть это зеркала, это окна, это двери. Обязательно на эти места нужно вешать, класть, там, я не знаю, как-то, может быть, даже рисовать, да, на этих местах какие-либо защитные символы, либо же какие-то вешать атрибуты. Вот. Ну, у нас также мы делаем защиту для дома. Защита есть вот такая, я уже как-то про нее рассказывала, это вот такой вот дом, то есть это деревянная фигура в форме дома, и здесь подселен дух помощник, дух помощник черного кота. Это очень мощная такая вот защита. И сзади начерчен рунический стаб у нас, да, он еще сначала у нас выжигается, не знаю, видно, не видно, наверное, не видно, отсвечивает, в общем-то. Вот. И затем он еще у нас заливается красной краской, и чтение определенного оговора тоже есть. Но все равно, когда вы приобретаете такую у нас защиту, то мы уже индивидуально под вас оговорим, под ваши потребности, и знакомим вас, ну, и этого дух помощника с вами, чтобы уже у вас был плотный контакт. Вот. Дух помощник – это очень мощная тоже защита, да, то есть понимаете, что если вот у вас дома хотя бы есть какие-то духи помощники, они будут следить за защитой вашего дома. Пока вы будете спать, пока у вас не будет дома, они будут постоянно на страже вашего дома, на страже ваших ресурсов. Будут следить, чтобы никто к ним не подобрался, ваш дом не пробрался, и чтобы из вашего дома ничего не ушло от того, что вы хотите сохранить в нем. Вот. Такая вот мощная защита, она вешается на зеркало, либо же на окно, либо же на дверью. Еще очень мощная, есть такая вот техника защиты, защита, ну, и вообще достижение желаемого – это ведьмина лестница. Ну, те, кто занимается и практикует, знают, о чем я говорю. Ведьмина лестница – это такая прям вот очень мощная, сильная техника, в которой у нас находится большое количество энергии, именно, ну, вот, той задачи, которая вам нужна. Вот такая вот есть у нас ведьмина лестница мощная на защиту дома. Смотрите, какая красота. Это лапа вороны, перья лесных птиц, бусина ангата, кость волка. Ну, и натуральная нить, конечно. Создавалась сейчас наша розовая полнолуния, когда была очень мощная луна, эти энергии нужно было обязательно зафиксировать. Удалось создать вот такую вот лестницу прекрасную. Еще хотелось вам сказать, что нужно соблюдать, да, какие-то вот природные циклы по поводу того, что есть силовое время, есть силовые дни, определенные в колесе года, праздники, которые мы называем праздники, да, то есть природные силовые дни. Не то, что уже у нас на Земле зафиксированы как какие-то праздничные дни, потому что, ну, вот так вот все перевернули, и те праздники, которые сейчас у нас озвучены, как официальные какие-то праздники, они, ну, на самом деле, не так должны называться и совершенно не так праздноваться. Ну, по поводу того, как нужно праздновать это, есть у Алены Полын конференция, можете ее посмотреть обязательно, потому что это тоже надо знать. Вот. Но вообще праздник, силовой день, это такой день, когда природа, природа особо активна, да, когда силы природы, они прямо вот наполняют энергией все живое, и если вы эту энергию неправильно направите, то она может пойти либо вам во вред, либо вам на плюс. То есть, ну, тут вы сами уже решаете. Поэтому, ну, вот очень важно отслеживать вот эти силовые дни, быть в гармонии с природой, быть в гармонии со временем. То есть, ну, понятное дело, да, что если вы хотите, например, поправить какой-то свой аспект жизненный, то вы не будете ждать, когда наступит какой-либо праздник природный, там, три месяца или полгода, не будете ждать, будете действовать, ну, вот прямо сейчас. Это дело одно. Но другое дело, когда, например, ну, идет природное сильное время, да, то есть идет такая мощная сила на земле, и вы ее можете направить туда, куда хотите. Это, понятное дело, что это может быть вам несрочно, что, может быть, вы вообще об этом не думали. Но вот вам приходит информация о том, что, ну, вот, например, сейчас время делать ритуалы на плодородие, на деньги, на любовь, да, и, ну, вы понимаете, что это время действительно очень сильное, и даже если у вас по этим аспектам нет проблем, то вы все равно можете сделать их еще лучше. То есть нужно быть в гармонии с природой, к ней обязательно прислушиваться. Сейчас у нас, правда, очень мощное время идет, и скоро начнутся дожди, начнутся грозы, будет циркать молния, будет слышен гром, и мы в это время тоже будем проводить очень мощные ритуалы. Один из этих ритуалов у нас будет грозовая защита. Во время грозы, это я время очень люблю, оно очень мощное, небеса взаимодействуют с землей особым образом, и между землей и небесами проходят невероятно мощные, сильные потоки энергии. И вот эту вот энергию мы направим на вашу защиту. Ну, сейчас, на самом деле, собираем заказы на эту защиту, да, конечно, прямо вот в период грозы вы не успеете сделать заказ, чтобы мы вам ее поставили, поэтому, ну, там чисто символическая такая у нас цена. Но когда будет первая гроза, мы обязательно это снимем вам на видео, покажем, и поставим вам вот эту мощную защиту. То есть мы берем энергии молнии, энергии грома, грозы, вот эту вот всю мощь берем, и ставим на вас, то есть вот эту вот печать мощную, которую потом вообще никак не сломить и не пробить. Вот, поэтому следите за природными циклами, обязательно, вот чувствуйте, какие энергии сейчас более активны. Потом, что еще хотелось сказать по поводу защиты. По поводу защиты. Вот смотрите, есть, например, еще защитные свечи, да, то есть вы можете самостоятельно делать ритуалы с программными свечами, ставить защиту как на себя, так и на свой дом. То есть вот есть энергия, и вы ее можете взять и направить на защиту. Вот, например, свеча Марса. Марс – это у нас вообще такой воин, да, то есть это энергия защиты, энергия нападения. Эта планета, она очень сильно помогает как раз-таки вот в этих вот аспектах, и вы можете вот эту силу направить на свою защиту. Потом также очень хорошо ставить защиту с помощью рябины, да, то есть есть особые такие виды трав, деревьев, виды зверей даже, да, то есть с помощью, например, костей или ягод, или листьев можно поставить очень мощно себе тоже защиту. То есть чем больше защиты, тем лучше вообще. вот такая вот свеча с рябиной. Ее тоже зажигаете, читаете заклинания и ставите себе защиту. И есть вот такой вот набор, набор свеча и мешочек, тоже на защиту. Читаете заклинания, делаете ритуал, носите вот этот мешочек с собой, как такое закрепление вашей мощной защиты. Сейчас я прочитаю ваш вопрос. Грозовую защиту нужно ли будет обновлять? Ну смотрите, вообще на самом деле все очень индивидуально, да, то есть вот вы себе ставите, например, какую-то защиту и находитесь в среде и общаетесь с такими людьми, которые, может быть, имеют очень много негатива в вашу сторону, либо же у вас очень много врагов. И от этого зависит, сколько ваша защита продержится. Поэтому мы и говорим, что нужно как можно больше защит на себя ставить. Чем больше их, тем лучше. Вообще в идеале очень хорошо обновлять хотя бы раз в сезон и защиту, и делать чистку. Потому что, ну, наши эмоции, наши какие-то действия, общение с другими людьми, какие-то свои мысли и чувства, они тоже повисают в вашем коконе, в вашем пространстве и тоже являются негативом. Даже если на вас кто-то ничего не наводит, никакие порчи, никакие негативные программы, все равно в вашем коконе есть негатив. И нужно от него чиститься и снова обновлять защиту. Это просто вот для своего успокоения, для того, чтобы вам было хорошо и комфортно всегда, да, то есть себя чувствовать. Ну, конечно, бывают какие-то экстренные случаи, когда вот прям надо срочно обновлять защиту, вы это сразу почувствуете сами. Вот. Что еще по поводу защиты? Ну, для тех, кто взаимодействует с миром мертвых, да, даже если вы особо с ним не взаимодействуете, очень хорошо на защиту иметь кости, да, и черепа. Вот такой вот череп, просто потрясающий, я его очень люблю, мне он очень нравится. Смотрите, какой большой череп ворон, он прям вот размером с мою руку практически. Ворон будет защищать вас, ваш дом, вашу семью, он будет следить за тем, чтобы ваши враги не подобрались близко к вашему жилью, и, ну, будет, конечно же, всячески защищать и мстить тем, кто будет, в общем-то, посягать на вашу. Потом вот такая вот кукла-защитница. Смотрите. Это уникальная работа. Мы делаем таких кукол в центре парапсихологии. Такая кукла, она в себе заключает несколько духов-помощников. Здесь есть змея, лягушка, дух волка, и это еще и взаимодействие с миром мертвых, да, то есть здесь черепа и вот такие вот перья. Потрясающе. Такая кукла, она будет защищать тоже и вас, и ваш дом, и вашу семью, и будет следить за тем, чтобы никто не мог вам навредить. Ее нужно тоже кормить, как и всех духов-помощников. По поводу того, ну, вот, что им нужно давать, вы же можете задавать мне сейчас вопросы. Как взаимодействовать, чем кормить, тех, кто вас защищает. Вот. Вот такая кукла, она очень мощная. Она в своей власти имеет вот этих вот духов-помощников и управляет ими. Лягушка, она следит за тем, чтобы в ваш дом не пробрались чужие руки, не унесли ваши, например, финансовые потоки, да, то есть от крадников. От крадников защищает ваш дом. Змея защищает тоже от разных козней врагов, от соперниц, защищает от злых языков, то есть всех, кто будет про вас какие-либо слухи распускать, сплетни, всех, кто будет пытаться навредить вам, вашей семье, она будет тоже, ну, вот это все быстро пресекать и, ну, у тех людей будут начинаться проблемы определенные. Вот. Ну, и дух волка, это такой очень мощный тоже дух, который защищает ваш дом от любого вообще негатива, ну, и в основном это семейный очаг, конечно же, да, то есть это ваши отношения и ваша любовь. Вот. Такая вот прекрасная группа. Всегда, когда мы с вами встречаемся на прямом эфире, у нас за стеной начинают сверлить и эта вселенная дает нам знание, что нужно что-то делать. Люди творят, они создают, они делают ремонт и мы должны тоже творить всегда. Как чистить амулеты и помощников? Ну, на самом деле помощников чистить вообще не надо, потому что, ну, ваши духи-помощники, они сами о себе прекрасно позаботятся. Бывают такие случаи, когда дух-помощник ломается, ну, вот его тело, да, то есть физическая оболочка, либо же повреждается амулет. Все, конечно, зависит от степени, да, и смотря как там. Бывает, что коготь, например, ну, вот выносит амулет из когтя и он трескается как-то, да, там где-то в каком-то месте, если он совсем у вас не разбился, там, или от него не откололся кусок, то это означает, что он взял на себя удар, но благодаря этому он еще и стал сильнее, да, то есть как броня такая на вас. Вот, но бывает и так, что совсем там что-то разбивается, ну, либо же ломается, и это означает, что ваш амулет, либо ваш дух-помощник, он вас защитил, он принял на себя прямо вот большой такой, такой сильный негатив, и вам нужно с ним попрощаться и его захоронить. Ну, уже в зависимости от того, из какого материала ваш дух-помощник, либо же амулет, так же в зависимости от того, какой он сам по себе, вы уже как-то его утилизируете, там, либо сжечь, либо прикопать, либо пустить по воде. Вот. По поводу еще защиты, да, то есть, ну, я понимаю, что нужно как можно больше носить амулетов, и нам, женщинам, это очень просто, мы очень любим украшения, мы можем заговорить что угодно и это носить. Но есть же еще мужчины, которые тоже хотят себя защитить. И мужчинам, конечно, тоже нужно это делать, есть какие-то менее броские украшения, кольца, браслеты, либо же амулеты, которые мужчины тоже могут носить и заговорить. Кстати, вот, покажу вам один такой пример, это молот Тора, тоже очень люблю. Вот такой вот очень мощный, тяжелый молот Тора. Смотрите, какой красивый. Отлично подходит мужчина, поднимает боевой дух, поднимает вообще мужскую активность, я думаю, вы понимаете, о чем я, и очень сильно защищает. Кстати, такой вот амулет, молот Тора могут носить и женщины тоже, но все-таки он больше подходит мужчинам. И очень хорошо, вот прям вот идеально носить его тем, кто родился в мае. Если у вас день рождения в мае, то молот Тора, это прям вот ваш оберег. Так, сейчас посмотрю, что вы тут написали, очень много написали. так, это я вам видела. Не понимаю. Т300су, я не понимаю, о чем вы говорите. Жидкое и газообразное, что я не поняла. Так, ладно. Попробуйте объяснить. Про грозовую защиту я ответила. Про это я вам тоже ответила по поводу амулетов и помощников. Треснул клык медведя. Ну, смотрите, если у вас есть какие-то сомнения по поводу того, что защищает он вас или нет, вы можете прислать фотографии нам в группу, и мы вам скажем уже. Благодарю за теплые слова. Можно ли заново перепрограммировать куклу, если я сама создала? И теперь хочу ее на защиту, не от конкретного человека, а на защиту в целом. Ну, смотрите, если вы сами создали духопомощника, то неужели вы не сможете с ним договориться? Это же одухотворенный вами дух. Вы можете с ним сами договориться, конечно. Доброго времени, если есть негатив по отношению к определенному человеку, матери-мужу, что нужно сделать? Чистку или достаточно носить амулет? Ну, смотрите, тут, конечно, момент такой довольно сложный. Это у вас получается уже в роду такие отношения и нужно как-то их устраивать. А по поводу вот именно вот этого негатива, сейчас мы проводим такой ритуал, он у нас называется убрать слово родственников и поставить защиту, да, то есть вы можете к нам за этим обратиться и мы уже позаботимся об этом. Но тут нужно еще и влияние свекрови на мужа, да, если у нее есть это влияние убирать, в этом мы тоже можем помочь. Называется этот ритуал снять влияние свекрови на мужа. Но на самом деле вот вам с вашей ситуацией лучше всего прийти на консультацию, чтобы посмотреть все более детально и подробно. Конечно, можно сделать ритуал и, ну, безусловно, он сработает, но все равно у нас индивидуальный подход и лучше всего нам посмотреть, что у вас там конкретно происходит и как вам лучше помочь, потому что все очень индивидуально происходит. Так, можно передзасегивать булавку с одной одеждой на другую для ребенка. Ну, смотрите, вообще на самом деле можно, то есть, ну, если у вас одна защитная булавка для ребенка, то вы можете, конечно, ее застегивать. Ну, и каждый раз, когда застегивать, оговаривайте, что вы защищаете свое дитя. Но лучше всего, чтобы у вас их было побольше, вот этих вот булавок, защитных амулетов, что-то нашить, может быть, маги нитей. Так, благодарю, после приобретения амулета из магазина Алена сразу же спать лучше стала. Работаю с людьми, они меньше меня стали вампирить. Ну, хорошо. А какой амулет вы приобрели себе для того, чтобы спать лучше? На самом деле, вот, кстати, проблема сна, да, она тоже бывает очень сильно связана с вашей защитой, потому что, когда вот вы спите, если у вас нет защиты, то бывает, что проникают различные сущности и негативные программы и из иных миров, и из портальных мест проникают, и, в общем-то, мешают спать, да, очень опасно, когда не только вы, вот, ну, живете, если сами с собой, да, либо же с любимым человеком, это одно, но когда у вас есть дети, то уже совсем другое, надо уже более ответственно относиться и обязательно защищать свой дом, потому что есть такие сущие, называются криксы, и они, вот как раз-таки, когда человек спит, когда ребенок спит, засыпает, они проникают в дом и они, кстати, подселяются еще к ребенку и постоянно его мучают, то есть, они вызывают у него крики, вызывают страхи, насылают у него кошмары, поэтому ребенок может плохо спать, он может кричать, и вы можете даже не понимать, в чем дело, то есть, ну, можете даже ходить, там, может быть, по психологам, по врачам, искать ответы в интернете, но никакой причины не найдете, это вот проблема как раз-таки в защите и в том, что уже криксы мучают ваше дитя, поэтому лучше всего, конечно, защищать и все постоянно проверять, да, то есть, будеть за этим, так же, как и за своим здоровьем, так же, как и за своим внешним видом, ну, это абсолютно одинаково. Так, так, на это я вам уже ответила по поводу булавки. Что делать, если свекровь негативно-магически влияет на отношения и на мужа? Ну, здесь вам как раз вот помощь в те ритуалы, про которые я уже сказала, и вам тоже рекомендую прийти лучше на консультацию и там уже все посмотреть более подробно, потому что, ну, у каждого свой случай индивидуальный. Ведьмины бутылочки для защиты можно в машине держать или нужен контакт с темом? Ну, смотрите, ведьмина бутылочка для защиты, смотря, какой вы именно говорите, да, то есть, у нас есть разные бутылочки для защиты, как бутылочка с порошком змеи, кстати, работает просто шикарно, так, бутылочки с четверговой солью, с иголками, да, разные бутылочки. Конечно, можно держать и в машине тоже, можно держать дома, можно носить с собой, можно, чтобы у вас вообще там в каждой сумочке была какая-нибудь своя защитная бутылочка, это будет только лучше, защит много не бывает, поэтому у вас она должна быть везде. так, ведьма Диана, если муж вампир, можно от него защититься. Ну, смотрите, вообще мужчина, в принципе, он живет на энергии женщины, как вы ее направите, так он и будет себя вести, и, в общем-то, так вы с ним взаимодействуете, поэтому тут тоже очень индивидуально все, я кажется, вам уже договорила, что лучше приходите на консультацию, там уже посмотрим и разберемся, потому что, ну, тут дело не одного ритуала, и тут нужно работать более глубоко. Амулет, кот, оборотень, про сон, это первое ощущение, мне нужна была защита, и именно кот привлек меня. Ну, да, смотрите, то есть получается, что у всех есть какие-то свои, да, душевные наработки, ощущения, и кого-то притягивает кот, кого-то притягивает волк, кого-то притягивает медведь, разные животные, разные энергии, поэтому, ну, всегда смотрите то, что тянет вас. Если пока еще не понимаете, но обратитесь к себе, посмотрите в глубь себя и поймите, что вам больше нравится, вот что вас тянет. Может быть, там вас тянут тоже коты, может быть, змеи, может быть, рыси, там, различные другие существа, или драконы, да, совсем вот. Есть такой дракон, сейчас вот у меня на столе стоит, сейчас я вам его покажу. Смотрите, какой. У него такой животик большой, он наелся, наелся врагами. Видите, вот, ковыряет в зубах вражьим мечом, и вот тут вот лежат доспехи тех, кого он уже съел. Этот дракон защита от вражин, то есть, он их пожирает, да, например, вот пожиратель вражин, так и называется. Если у вас много врагов, если вы знаете, либо же чувствуете, что на вас кто-то воздействует, или ощущаете на себе много злых взглядов, то защита от вражин вам точно нужна. Кстати, как защиту, так нужно делать и откаты врагам тоже, да, потому что, если на вас кто-то воздействует, то, ну, вы же не будете это терпеть. То есть, это можно сравнить так же, как и с тем, если кто-то вам будет грубить на улице, да, например, вы же не будете молчать и как-то вот все это переваривать, вы будете сопротивляться и высказывать свое недовольство. Тут же так же и происходит, да, если на вас кто-то воздействует, кто-то вам вредит, то надо обязательно тоже делать откат. То есть, вот это вот все зло возвращать назад. Одно дело, когда вы не принимаете просто это, да, ну, есть такие люди, которые, ну, вот просто в пассивном каком-то состоянии находятся, да, они знают, что кто-то им вредит, но они не считают нужным мстить, ну, и как-то возвращать зло назад. То есть, ну, они просто ходят в таком состоянии плавающем и, ну, силы их накажут. Да, ну, как бы без вашего участия, без вашего отката никто никому не накажет. Если вам сделали плохое, то делайте, ну, как бы возвращайте все это назад. Не просто мне не надо твое, да, понятное дело, что это нужно сказать, что мне твое его не надо и забирайте все назад. Но также и ритуально тоже можно сделать откат. Это сработает гораздо сильнее, и это вернет все зло, которое вам делали назад. Потому что, ну, те, кто, по крайней мере, находится в начале пути магическом, не могут быть уверены, что, ну, просто какое-то слово все вернет, все вернет назад зло, потому что, ну, это энергетическая работа, это нужно видеть, это нужно ощущать, и, ну, лучше всего сделать ритуал. По поводу откатов, кстати, сейчас тоже очень мощное время, и мы проводим такой ритуал, делаем откат врагу на кладбище. Этот ритуал можно сделать, как и лично, да, то есть вы можете приехать, мы с вами поедем на кладбище, и там сделаем ритуал, сделаем откат вашим врагам. Ну, либо же можно этот ритуал сделать и по фотографии. То есть, ну, вот сейчас тоже на кладбищах особые энергии, обитая там прям вот особая сила, и очень хорошо делать откаты. Там, конечно, всегда хорошо делать откаты, но вот сейчас прям вот особо это хорошо. Также сейчас мы на кладбище еще хороним одиночество, да, то есть те, кто одиноки, те, у кого нет пары, те, кто давно не могут следить мужчину, либо женщину, можете тоже к нам либо приехать, либо по фотографии мы можем похоронить ваше одиночество, потому что, ну, уничтожить можно любую негативную программу, вот прям любую. Но вопрос, как, и вопрос, сколько сил для этого понадобится, да, поэтому одиночество ваше можем похоронить. Сейчас для этого очень хорошее время. Люблю этого дракона, он невероятно сильный, да, он очень сильный. Приобрела для дочери совичку, как правило, с ним взаимодействует для лучшей защиты Евгения. Я не понимаю, что такое совичка. Может быть, вы как-то неправильно написали, либо я что-то не понимаю. Объясните, пожалуйста. Вот. Еще сейчас, касаемо, да, природных циклов, тоже обращу ваше внимание снова на это. Очень мощное время, чтобы наполнять свое желание. Вот эта вот энергия, которая сейчас нисходит на нашу землю, которая наполняется все деревья и наполняется все живое, ее же можно взять и наполнить ваше желание. Поэтому мы сейчас проводим такой ритуал. Этот ритуал, он наполняет ваше желание силой земли и небес. Вашему желанию открываются дороги земли, и небеса дают благословение свое, на исполнение вашего желания. Потом мы еще даем очень мощный поддел, чтобы вы это желание тоже к себе притянули. Понятное дело, что у всех, да, есть какие-то свои индивидуальные запросы, и кому-то хочется что-то свое, кому-то хочется счастья, но своего. Поэтому мы конкретно работаем индивидуально с каждым из вас и наполняем именно ваше желание, благодаря чему оно быстро исполняется. Фигура совы Евгения. Ну, смотрите, сова это вообще хищник, да, поэтому ее лучше всего кормить, конечно, тем, что она попросит, потому что каждый дух он индивидуальный, но сова обычно ест мясо, поэтому мясом ее кормите. Стала назад возвращать людям перестают со мной общаться. А вам надо, чтобы они с вами общались? Ну, просто есть люди разные, да, если вы какую-то ценность их в своей жизни ощущаете, если они для вас ценны, если они вам нужны, то нужно выстраивать отношения. как-то с ними, да, то есть уже индивидуально подходить. А если вот вы возвращаете зло, они перестают с вами общаться, но вы как-то не чувствуете от этого, что вы что-то потеряли, кроме каких-то вот отношений, которые ничего вам не давали, то задумайтесь, надо вам вообще это общение или нет. Так, что еще хотелось вам рассказать по поводу этого рассказала вам. Да, кстати, вот еще хотелось напомнить, да, я недавно снимала видео, очень интересное видео, посмотрите обязательно на нашем ютуб-канале по поводу приворотов с окормом. Те, кто в инстаграме нас смотрит, наверное, не знают об этом, на ютуб-канале вышло видео недавно об этом. То есть, очень такая распространенная ситуация, когда мужчину кто-то хочет увезти с помощью окорма. Кстати, это работает очень сильно и быстро, потому что, ну вот, когда происходит окорм, то еда, заговоренная, либо же напиток, она попадает внутрь, да, в тело, в организм и начинает очень быстро действовать. И при всем при этом это еще получается так, что человек добровольно эту еду, эту программу вносит в свое тело. Поэтому защиты внешние, которые вы ставите, то есть внешние защиты от приворотов, когда вы защищаетесь, когда вы защищаете своего мужчину, они могут не срабатывать и, скорее всего, не сработают, потому что, ну, вы сами вносите это в свое тело, эту программу. Поэтому, ну, сейчас вот очень много таких случаев стало, вот прям кошмар, как много, и мы делаем такую защиту, защиту от приворота с окормом. То есть, мы ставим сначала сами защиту, и потом еще даем мощный поддел, который защищает изнутри уже вашего мужчину, никто не сможет его кормить. Даже если сделают окорм, то внутри он будет уже защищен. Это очень-очень важно. Обратите на это внимание у тех, у кого такая проблема уже была, потому что, ну, когда есть цели какие-то у человека, да, то есть, ну, не все же высокодуховные и как-то вот, ну, понимают, что чужое внезду рушить нельзя, ну, либо же их чувства или их цели настолько затмевают разум, что они, ну, уже не понимают, что делают, и, ну, вот такое происходит, да, что там чужих мужей уводят, женщины там из-за денег, ну, либо же из-за любви такое тоже бывает, что влюбляются, вот, но свое внезду рушить нельзя давать никому, поэтому защищаемся, активно защищаемся. Что еще у меня тут написали? Приятно вас видеть, вы сладость, фестиваль из головы у меня не выходите, наверное, нужно присоединиться к вам. Да, нужно, конечно, к нам никто просто так не приходит, очень рада, что вы с фестиваля изошли в нашу группу и теперь присутствуете на нашем прямом эфире. Вот кто сейчас находится на прямом эфире на нашем, могут подтвердить, что к нам просто так никто не приходит и до империи никто не доходит просто так. Те, кто не готов развиваться, те, кто не готов расти, не могут слушать Алену Полы, нашего учителя, не могут слушать и нас тоже практически. Вот, поэтому, если уж вы до нас дошли, пришли, то, конечно, присоединяйтесь, читайте, смотрите, что мы говорим, что мы пишем, обязательно смотрите то, что дает Алена Полы, все конференции и вы почувствуете, как ваша душа начинает пробуждаться, просыпаться и наполняться вообще светом и радостью, потому что, ну, к сожалению, те, кто находится в религии, они, ну, либо же не находятся, да, ну, пока еще не нашли себя, свой путь, они, ну, несчастные. Так, что здесь еще написали вы мне? Как защититься от религиозного родственника из близкого округа совсем не общаться? Это все нужно на консультации смотреть. Так, я хочу учиться у вас, но как не могу опасть туда, никак не могу зарегистрироваться, почему? Ну, смотря где вы пытаетесь зарегистрироваться, в любом случае, да, напишите в техподдержку, напишите, что вы не можете зарегистрироваться и вам помогут. Такое бывает, когда у вас закрыты пути, вам, ну, есть предыки, которые мешают вам двигаться по пути истины, по пути веры, по пути силы, и, ну, вот у вас там не получается зарегистрироваться, либо не получается что-то оплатить, либо не получается найти какую-нибудь информацию. Такое бывает, когда закрыты дороги, поэтому нужно работать, открывать дороги и пишите обязательно в техподдержку. Шикарный ритуал. Уже обратилась для постановки защиты на мужа. Да, шикарный, отлично, молодцы. Душа прям рвется к вам. Это прекрасно. Доброго времени, ведьма Диана. Доброго времени. Если я уже посвящена у других, еще раз посвящаюсь у вас. Я, соответственно, выхожу оттуда. Ну, смотрите. Те посвящения, которые проводят другие, мы за них ничего не можем сказать. Потому что, ну, это другие мастера. Если вы хотите обучаться у Алены Павловны, то, конечно, нужно пройти посвящение у Алены уже у нас в империю. Это уже совсем другой уровень, совсем другие энергии, взаимодействие тоже совсем другое. Потому что, ну, к сожалению, практически все культные организации, они работают на религиозных эгрегорах. По поводу вашего посвящения, ну, которое вы проходили, я ничего не могу сказать сейчас. Также мы сейчас проводим еще и мощный ритуал, который называется экзорцизм. То есть это ритуал, который изгоняет бесов, сущих, подселенцев. Ну, по поводу экзорцизма, да, то есть это слово очень часто встречается в религии, очень часто встречается у, ну, вот, как раз-таки христианского эгрегора, когда они там изгоняют бесов и так далее. Ну, на самом деле, никого они там не изгоняют, они, по крайней мере, не могут это сделать точно, да, как бы они ни пытались, потому что, ну, в религиозном эгрегоре там и так полно бесов. Вот хватает там различных бесов, сущих, и, ну, люди, которые пытаются изгнать из кого-то вот этих сущих бесов, они сами наполнены этими сущими бесами. Поэтому, ну, экзорцизмом заниматься в религии не могут просто. Ну, просто не могут, как бы они там это ни называли. У нас такой ритуал сейчас появился на сайте, и мы его делали и раньше, но сейчас мы его делаем особо усиленно, потому что бесы завладевают людьми. И как раз-таки вот эти вот случаи, когда у человека очень много бесов, он прям вот, знаете, вот не контролирует себя практически, но каким-то образом до нас доходит, и как-то удается на него достучаться. Ну, вот мы делаем такой ритуал, чтобы его освободить от этого всего зла. Так, что еще вы мне тут задаете вопросы? Доброго времени, что будет, если пройти посвящение без ритуала крашения? Ну, проходите. Ничего плохого не будет. То есть, ну, если вы хотите пройти посвящение, обучаться воле на полынь, понимаете, что вам нужно пройти крашение, но вы расставляете как-то приоритеты, и сначала проходите одно, потом другое. Ну, это не мешает ничему, и ничего плохого не будет, можете проходить. Доброго времени, доброго времени. Сколько защит можно ставить на своего ребенка в один день? Защиты молитвы и щит матери. Ну, смотрите, вообще на самом деле, если вы ставите защиту на своего ребенка, то можете их ставить много. Все зависит от вашего состояния и от вашей силы. Ну, просто есть такие ритуалы, которые в один день проводить нельзя. Но если вы делаете в один день только защиту на своего ребенка, можете делать, пока вы чувствуете, что можете. Так, пару слов еще хотелось сказать по поводу того, что у меня здесь представлено, потому что, ну, такую красоту не могу вам не показать. Это вот такой вот потрясающий пес-защитник. Смотрите, какой большой, красивый, мощный. Зубы у него острые, пасть такая хищная. Очень хороший такой защитник. Защищает дом от кратников, от любого зла. Защищает тоже от того, чтобы, да, вашу семью не разрушали. Очень такой мощный, хороший и голодный. Ест врагов. Потом, также это крокодил. Вот такой вот крокодил вырезан из дерева. Тоже очень мощная защита. Крокодил это вообще не только защита, это еще и власть. То есть, если вы хотите добиться какой-то власти, успеха, хотите как-то, да, может быть, возрасти по служебному положению, ну, вообще поднять качество своей жизни, то мощная энергия крокодила и вообще взаимодействие с этим духом-помощником вам вот прям вот очень надо. Также здесь вот у меня представлен вот такой вот мощный нож, шаманский нож. Это нож Акулия Сила, да. То есть, тоже те, кто, наверное, сейчас меня смотрят, знают, что есть такое выражение Акула Бизнеса. То есть, ну, почему? Потому что Акула, она действительно очень сильно помогает поднятие денежных энергий, очень хорошо помогает в бизнесе, она поднимает человека и в статусе, и также дает очень мощную защиту. Она всегда наготовена, всегда следит за тем, чтобы ее, ну, того, кого она оберегает, никто не трогал, да. То есть, Акула всегда наготовен. Поэтому вот такой вот нож для защиты дома и для защиты вас, он просто шикарный. Можно повесить его на стену, вот так, да, как панно. Можно повесить рядом с дверью или рядом с окном, либо же там, куда он попросится. Для защиты можно также использовать не только кулоны, кольца, но и броши тоже. Одну брошь я вам взяла, чтобы показать. Вообще у нас, конечно, больше, но не мог уже я сюда принести весь магазин. Поэтому, смотрите, вот такая вот красота. Вам не видно, наверное, засвечивает, но вот здесь череп. Череп защищает вас защитой мира мертвых, да, то есть, прямо вот ставит на вас очень мощную защиту. Можно надевать как на пальто, так и на кофту, да, вот, ну, куда хотите, в общем-то. Куда он сам у вас попросится. Броши тоже очень нужно. Тут как раз еще и булавка, когда вы ее закалываете, вы наносите свою программу, программу о том, что хотите получить защиту. По поводу еще защиты головы, да, то есть, почему вообще принято носить серьги? Почему это так здорово и хорошо? Ну, потому что серьги, они защищают голову и разум. Первые вот эти вот взгляды и какие-то негативные программы, они же воздействуют на что? Ну, на наш разум, да, то есть на голову. Поэтому серьги нужно носить обязательно. Можно также для защиты головы надевать и заколки какие-то, красивые шпильки, ленточки завязывать, да, то есть, ну, и заговаривать на защиту. Здесь у меня представлены вот такие вот серьги. Это защита ворона. Защита ворона и мира мертвых, да, то есть, кому не видно, а вам, наверное, не очень видно, это серьги в виде черепа. Черепа и у него на голове цветок. Это тоже имеет свой символизм. Вот у меня тоже сегодня серьги вот такие вот заговорённые, конечно же, поэтому не упускайте никогда такую возможность. Надеюсь, что это красивое, ну и плюс ещё использовать. Также руки нужно тоже защищать, потому что руками мы взаимодействуем с внешним миром, мы постоянно что-то трогаем, что-то берём, нажимаем кнопки, ну и вообще делаем работу руками, да, поэтому руки тоже нужно защищать. Это как кольца. Вот такие вот красивые, мощные кольца. У меня сейчас представлены вот эта летучая мышь. Оно вот такое большое, очень мощное кольцо. Взаимодействие с энергией тьмы защитит ваши руки. И, ну, конечно, я понимаю, что вы не можете везде носить такие кольца, да, большие, которые везде цепляются и выглядят как-то вот, ну, неподобающим образом, может быть, к вашей должности, но куда-то на какие-то важные особые ритуалы можно это кольцо надеть. Ну и вообще любые кольца, да, даже без камней, какие-то маленькие, какие-то такие, ну, не привлекающие внимание кольца, можно заговорить на защиту. Если хотите, мы можем ваши кольца, даже, может быть, которые вы уже носите, активировать. Приходите к нам, мы это сделаем. Вот такое вот ещё есть. Ну, это для мужчин больше, браслет тоже с черепом. Это тоже защита мира мёртвых. Кстати, несмотря на то, что здесь представлен череп, он выглядит довольно скромно. Скромно, но он очень мощный. Вот прямо вот у меня горит в руках. По поводу клыков, да, кто-то писал, что он любит очень клыки. Не могла не взять с собой вот этот шикарный, огромный просто клык. Клык кабана. Смотрите, какой вот огромный, большой. Вот здесь вот металлическая голова кабана. И сам клык по себе, он тоже очень мощный. На самом деле, несмотря на то, что кабан, ну, не так грозно выглядит, как медведь, например, это тоже очень опасное животное. Вот прямо очень опасное. И, ну, может быть, кто смотрел много фильмов про Средневековье, знает, что кабаны – это такие прямо вот убийцы людей, когда люди на них охотятся. Конечно, охотиться не надо было, но, тем не менее, это очень опасные животные. И они будут, ну, вот этот вот клык с духом кабана, дух-помощником, он будет защищать вас от ваших врагов и будет защищать их именно так, как защищает живой кабан, себя и свою семью. Что вы мне здесь еще написали? Так. Очень рада, что вам понравилось. По поводу татуировок есть конференция у Алены Полын. Ой, я с вами так много наговорила, что вот прямо уж охрипло. Очень рада была тоже всех видеть. Татуировки, конечно, это очень мощная защита. Корона империи, она поднимает всех, и даже без посвящения, если вы уже уверены в своем пути, вы можете ее себе набить. По поводу змеи, которую сделала себе татуировку Алена Полынь, она говорила, что, да, те, кто хотят, тем, ну, у кого она отзывается, они тоже могут сделать себе такую татуировку. Можно ли без ведания родственника провести по фотоэкзорцизму? Ну, конечно, можно, но все равно, смотря какая ситуация, да, то есть лучше у нас уточните. Я вот сейчас не понимаю, про какого родственника вы говорите, но вообще помогать своим родным можно без их ведома, если они, ну, пока вот еще не дошли. Благодарю. Хорошо. Рада, что вы меня услышали. Ну, на самом деле, здесь у меня еще очень-очень много разных амулетов, колец, всего, что хотелось бы вам показать. Я вот сегодня тоже вот с таким вот браслетом красным, это гранат, он тоже защищает мою работу, мои руки, мы же помогаем вам, да, то есть нам тоже нужно защищать свои руки, чтобы не нахватать лишнего, и чтобы наша работа была как можно мощнее. Поэтому защищайте себя, носите браслеты, носите кольца, носите амулеты, делайте ритуалы на защиту, да, то есть мы вам всегда готовы в этом помочь. Рада была всех видеть, очень рада, что вы пришли. Рада, что пришли те, кто первый раз, те, кто у нас еще не были. Вы молодцы, молодцы, что пришли, зашли на прямой эфир, послушали меня, это очень важно. Прощаюсь с вами, приглашаю всех на встречу, завтра встречу плодородия. Будем проводить ритуалы на плодородие, на любовь, на деньги, на силу рода, поэтому всех жду. Всего доброго. Красный нажимайте.